Всем здравствуйте, дорогие подписчики Политбюро. Меня зовут Александр Шелест. Михаил Шейтельман вместе с нами на связи. Михаил, мое почтение. Здравствуйте. Михаил, я здесь хочу начать наше заседание с вот этих карт, да, этой карты, которые опубликуют Дмитрий Медведев. И вот, собственно, там, ругаясь на Владимира Зеленского, нашего президента, обзывая его и намекая там на разные психотропные, скажем так, препараты, вот показывает суверенную карту Украины. А вот так, говорит Медведев, великий аналитик, будет в дальнейшем. И мы видим Киевскую область и то, и то не всю под украинским флагом, все остальное. Где-то румыны, где-то венгры, где-то поляки, ну и, конечно же, все остальное Россия. Михаил, зачем в очередной раз вот забрасывать эти карты? Это запоздалый ответ на карты развала России. Это действительно какой-то алкогольный угар. Что вы думаете об этом? Я всегда против того, чтобы истолковывать слова Медведева как слова алкаша, который просто в алкогольном угаре. Почему? Это было бы слишком просто истолковывать. Ну, можем, конечно, да, там прикалываться. Но кто же не пил, называется? Все пили когда-нибудь. Но карты рисовали не все. Меня удивляют, конечно, я не верю, что Медведев своими руками пишет все эти тексты, поскольку лексикон этих текстов. Я слежу больше за лексикой, за словами, которые он употребляет. Это какой-то фантастический совершенно набор. Мне кажется, что он нанял составителя толкового словаря русского языка, он нанял себе копирайтера. Знаете, вот у человека в голове, поэтому там есть словарь на букву М, и он, значит, оттуда все эти слова и берет подряд. Те, которые мы уже забыли и не знаем. У него вот эти все свистящие импотенты там и всякое такое совершенно неимоверное. То есть диагноз составлять можно по тем словам, которые утверждает Медведев эти тексты. Поэтому, да, я думаю, что это расчлененочка, так сказать. Вы знаете, вот он же Медведев земляк, мой ленинградец. А Ленинград в России последние годы иногда называют как-то расчленен град. Расчленен град. Есть там такая история, потому что один известный профессор там кого-то расчленил и успешно там от этого избавлялся, и весь город переживал. И вот это все расчлененка ленинградская знаменитая, которая представляет Украину. Ну или это еще, знаете, как раньше в советское время висела карта коровы. В магазин приходишь, корова нарисована, и там разрезано на куски, вот и какая часть, под каким номером. Вот. Вот у него оттуда, от расчлененочки все. То есть понятно, что у человека тяжелый, вот я сейчас не про алкоголизм, так сказать, невыраженное то, что он на самом деле хочет сказать. Вот это мне видится как расчлененка. Потому что, конечно, их режим, я сейчас обычно вообще обвиняю во всем россиян, а не режим во всех преступлениях против Украины. Я считаю, что виноваты россияне, граждане России. Когда они там говорят, это Путин, это не мы, это неправда. Виноваты все, несут ответственность все. В то и в разной мере. Вот. Но вот перед Россией самой виноват уже как раз режим Путин. И он действительно ее расчленяет. Не обязательно, то есть, да, вы упомянули, что, возможно, распад России. Я тоже верю в распад России, абсолютно уверен, что мы, все, кто переживет эту войну, мы будем его наблюдать. У нас будет билет в первый ряд. Будем смотреть, как разваливается Россия. Обязательно. Но ее расчленяют ведь не только в географическом смысле. Вот сегодня они расчленили общество российское. Расчленили настолько, что люди боятся разговаривать, люди боятся писать, люди стирают смс-очки, потому что их ловят там в метро, да. И это уже не про оппозиционеров, это уже совершенно не про тех, кто воевал против режима. Они расчленили там общество настолько, что у них больше нет, в России нет общества. Раньше там не было гражданского общества. Ну, его убивали гражданское общество, чтобы не было ни волонтерских движений, ни там политических никаких и так далее. А сейчас нет общества вообще. Когда люди боятся разговаривать друг с другом, это расчлененка. Вот я думаю, что это скорее намек на расчлененку России, которую они устроили над самой Россией уже, не которая будет, то, что сейчас. Он же там живет, Медведев, в отличие от нас. Он там это каждый день видит, я думаю, вокруг, рядом. Не случайно там вдруг все разводиться стали, вон Медведев разводится, Усманов разводится, все разводятся, потому что все распадается. Семьи, города, школы, университеты, посмотрите, театры, где всем головы отрезали одновременно всем театр. Там буквально она разваливается сейчас, разложение внутренней России происходит. И вот это делает их режим, не Украина. Михаил, ну и в продолжение вот этой темы о разложении России, здесь очень интересно, вот одному из блогеров впаяли за шесть перепостов срок тюремный, он на суде сказал, я обскроюсь, перепосты делал ВКонтакте. И, собственно, мы видим, как вот каждую, чуть ли не каждую неделю вот эти сроки на это вот это общество распадающееся, как вы говорите, демонстрирует. Я, конечно, бы хотел еще и продолжить эту тему с лидерами определенных мнений. Киркоров, который перекрасился, и, собственно, Шевчук, который ждет очередного заседания суда. Вот, казалось бы, такие разные люди, публичные. Киркоров боится, Шевчук не боится, Ургант и тот вернулся в Россию и там с оппозиционным бизнесменом выступает, собственно, вроде бы как, ну, на стороне условной, да, вот, условной, ну, другой линии российского общества, там, против войны, там, за какие-то созидательные вещи. К чему это все в оконцовке может привести? Ну, да, перепосты там уже сажали, в тюрьму уже несколько лет. Это прям шло без всякой связи с нашей войной. Это уже прям известные были случаи, сколько я помню. К чему это все привело? Оно может привести, ну, куда это дальше идет, мы же знаем, мы это наблюдали. Я иду сейчас, конечно, в книгах, к счастью, личной жизнью мы это наблюдали. Но что происходит с моими, например, российскими друзьями, товарищами, которые не сбежали из России, а при этом против войны? Они боятся говорить, на улице боятся говорить. Они буквально заткнулись, законопатились у себя там на дачах и квартирах. Они все, у кого есть дети призывного возраста, они их спрятали куда-нибудь за границу, потому что они понимают, что это опасно. Но только они боятся врага, вот представьте себе, да, они боятся врага, который за стеной, который не за границей, не за линией фронта, а за стеной. Вот я общался со своими друзьями и помню, вот у нас россияне стояли от меня в 20 километрах, под Киевом, да, 20 километров от моего дома. А этим ребятам моим в Питере, друзьям, им страшнее было, чем мне, потому что у них за стенкой сосед. Они не боятся выйти из квартиры и по телефону разговаривать с кем-то, потому что сосед услышит. Вот, и у меня есть знакомые, которые, ну, у меня знакомая, она боится свою сестру теперь. Она не старается ни встречаться, ни ходить на дне рождения, притворяется, что заболела. Случайно говорит, что не так посмотрю, точно сдаст, сдаст. Потому что вот, вот, понимаете, насколько там страшно жить? И, ну, хорошо, у них есть, понятно, что у них есть там, не знаю, сколько, 10 процентов, давайте так, глашатые в таких, которые там совсем уж прям, Путин, война, мочить хохлов. Ну, 10 процентов таких вот, яростных, у которых, соответственно, нет ни сомнений, ничего вообще, ни одной секунды задуматься, ничего. Которые ходят, и все это орут бесконечно. А все остальные 90 процентов хотя бы в какой-то степени боятся. Потому что у них хоть одна мыслишка, хоть одно слово не то, неправильное. И 90 процентов людей живут в страхе. Этот страх будет усиливаться, потому что все друг друга будут сдавать и продолжают сдавать. Я знаю, как все живут белорусы. Вот те белорусы, да. Вот они... Ой, даже страшно рассказать, там, не знаю, чтобы никого случайно не спалить. Знаете, там люди не хранят у себя дома деньги. Потому что с обысками приходят менты сейчас в Белоруссии по плану. Просто обходят всех, кто участвовал тогда, в 20-м году, в демонстрации. А в 20-м году в демонстрациях участвовали миллионы. То есть у них сегодня 10 миллионов населения. А в демонстрациях больше миллиона точно принимало участие. Только в Минске миллион принимал участие. Вот каждому из этих людей в любой момент приходят менты. Нет, не арестовать. Обыск и забрать все деньги. Почему? Потому что госплан у них, план, в смысле, в казну несут деньги. Раз у него деньги, а он же был на демонстрации 2 года назад, значит, это вот на шпионскую деятельность у него. Вот они реально этого боятся. Они стирают все сообщения, все сообщения каждый день с телефона и все фотографии. Это не 5 человек таких. И это не актив, который собирается совершить военный переворот. Эти люди работают на заводе МАЗ, грубо говоря, и вечером стирают свои сообщения. Инженеры, в смысле, с завода МАЗ. То есть этим занимаются миллионы людей. Миллионы людей. В России к этому только пришло сейчас. Но пришло, пришло, пришло. Вот к чему. Поэтому, когда я говорю разделяются, они теперь перегородочками разделяются. Сейчас же уже все-таки не сталинские времена, только одним. При Сталине жили в коммунальных квартирах. Там жили 7 семей. И семья номер 1 застучала на семью номер 3, и то посадили, правильно? И подселили новую семью. Новая семья настучала на семью номер 5. И вот так вот все очень быстро. А здесь ты спрятался в индивидуальную квартиру. В принципе, если ты не выходишь, а работаешь только через Zoom и только с Польшей, может, тебя еще не тронут, ты можешь отсидеться. Вот они, они боятся на улице выйти. Вы знаете, я был в Москве, признаюсь, в обрехе своем. До войны я имею в виду. Естественно, до войны. Но я был там вот за все время, за 7 лет один раз. Но незадолго до войны надо было, на 2 дня. Там нет людей. Там ходишь по улице, Москва, город. Второй по величине в Европе город. Ну, по крайнейшему, в Европе, к Европе относились. Так вот, там на улицах пусто. Днем пусто на улицах, нет людей. Потому что люди все спрятались. Потому что на улице, вот по Киеву идешь, хоть мой, хоть это. У тебя там музыка играет, там тебе кто-то погадает, кто-то тонко пытается продать. Кто-то в карман тебе пытается залезть. Ну, весело, жизнь. Правильно? А на улице ты идешь, не от кого прятать карманы. Потому что нет ни одного человека. Просто все попрятались. Потому что на улице воды попить нельзя. Не продается. Иди в ресторан, как культурный человек, сдай пальто в гардероб, садись, пей воду. А на улице нельзя, нету. Мертвый город абсолютно. Знаете, что в Москве нет рекламы в метро? Нет, вообще никакой. Ты садишься, у меня в метро началась, как это, камера депривации. Когда, значит, в Киеве садишься в метро, у тебя там плакат, там плакат. Тут что-то, тут наклеили, а тут уже самодельно прилепили. Правильно? А в Москве голые стены, голые стены, голые фонари. Захожу, вагон пусто, на стенах ничего нет. Потому что, а вдруг что не то? А вдруг плохая реклама будет? На всех случаях, лучше пускай ничего не написано, ничего не продается. Вот это называется пустыня, они выжигают. Извините, что меня понесло. В общем, выжженная земля. Это Москва и это Россия. Сейчас. Я благодарю вас, Михаил, за эту беседу. Спасибо большое за то, что уделили нам время. И вам, дорогие подписчики, спасибо за то, что вы вместе с нами. А напишите в комментариях, как вы ощущаете, как вы видите, согласны или даже не согласны с Михаилом, все пишите в комментариях. Лайки продвигают видео, помните об этом. Ну и, конечно, друзья, берегите себя и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok